Всем доброго времени суток. С нами сегодня Электрозуб и мы будем на него брать интервью. Ну меня зовут Серый, это я занимаюсь рэпом уже много лет. И да, и все нормально. И живу с девушкой уже год и два месяца. Скажите, пожалуйста, как часто ссоритесь вы со своей девушкой, проживая вместе? Ну как сказать это, ну не часто, но бывает. Давайте посмотрим фрагменты с сегодняшнего видео. Что ты, блядь, обижаешься? А я же не имею права с пацанами видеться. Ну на видео сразу понятно, что сегодня у вас с ней произошла очередная ссора, да? Да, и даже вот эта херка, блядь, из-за нее... А по какой причине сегодня у вас ссора произошла? В чем заключался ваш конфликт? Ну сегодня, ну вот хорошо, блядь, ну как сказать тут, это хаживать я не знаю. Ну типа, блядь, она это, не любит, когда я пацанам типа больше внимания я вот уделяю. И ненавидит одного друга, моего Костя. А вот на днях ребята вас звали в бильярд поехать поиграть. Да. А почему вы отказались? А потому что девушка запретила. А почему отказала девушка? Ну я думаю, что это уёба, я говорил, ну что я с пацанами очень редко уже давно никуда не ездил. Как вы думаете, ваша девушка считает вас за человека или за собаку на привязи? Ну это за человека, ну конечно, ну считает. Вот то, что мы, ну вот, это на работе целый день видимся, это вот одно. И тхо там некогда поразговаривать и шо-то еще, блядь. Вы постоянно вместе на работе или у кого-то бывает выходной? Бывает, ну шо-то я на работе, а вот она выходная. Сергей, ваша девушка готовит вам кушать? Кормит вас вообще? О, это ну вчера, блядь, ну вчера вот амулет это приготовил. Что еще у вас? Амулет. А, амлет? Да, яйца взбитые с колбаской. Ну а в общем, вам нравится, как она готовит? Ну, она повар вообще шикарная. Вы работаете в Копейки. Какую должность вы занимаете? У меня профессия русик. А какая должность у вашей девушки? А у нее, ну, хлеб это печь и вылаживать. Ну смотрите, как бы вы уже больше года вместе. Планируете ли вы со своей девушкой свадьбу играть? Ну это планируем, да. А на какую сумму вы рассчитываете делать свадьбу? Ээээ, а 29. Кого планируете приглашать, родственников, друзей? Ну я как посчитал, ну, с моей стороны где-то 10 или 15 человек. А с нее я не знаю. Планируете ли вы драться на своей свадьбе? А как без драки? Сколько у вас есть лучших друзей в вашем кругу, которым вы можете доверять? Ну, как сказать, двое. С самого детства, вот Олег. Пользуюсь этим случаем, это передаю от Олежки ребят. Сколько панчек сигарет вы курите в день? Две. А вы пиваете энергетиков? Эээ, четыре. Это четыре банки по пол-литра. Два литра. Ну, получается. Ну, Сергей, ну не культурно же. А было такое, что вы в один день сорвали куш и раздали все долги? Хэло такое, да. А у вас есть долги? Ну, всегда по-разному. Ну, в общем, у меня сейчас это долгол, сейчас скажу, ну где-то двадцать пять. У вас есть дети? Шо? Сколько планируете детей со своей женой? Эээ, двоих. Девочку и мальчика. А сперва мальчика. А вы бьете ее? Шо? Бьете? Нет. А хотели? Ну, бывает, но пока рука не поднимается, то девушку неприлично поднимать руку. Есть у вас братья и сестры? Да. Сколько? Ну, одна сестра, один брат, а не два брата. А правда, что у вас как-то лучший друг увел вашу девушку? Да, было такое. И даже когда я с Бхандой приезжал, и он, блядь, убежал. А у вас, получается, много, да, девушек было? Ну, да, много бывших. И все они сейчас бывшие? Да. У вас есть много песен, посвященных вашим бывшим. Такой вопрос. Сейчас у вас девушка Инна, вы планируете ей посвятить песню? Ну, а как сказать, у нас с ней, ну, а клип есть? А, там, где вы выбросили обручальное кольцо? Да. Пожалеете об этом? Да. А как вы вообще уйдетесь ее? Как вы вообще познакомились? Ну, а рабочая, ну, когда она пришла вот устраиваться, первый день ее вот увидел. И убился, да. Я так понимаю, у вас сразу же что-то было в тот день? Ну, этого не могу сказать, это лично. Добрый день, меня зовут Александр, я друг, ну, близкий друг Сергея. Я посещаю, то есть, редко, потому что, ну, как бы, его девушка запрещает, то есть, ну, там, ревнует, то есть, или ревнует, или, то есть, или, как бы, такое, там, как бы, она сидит, то есть, ее там создается вопрос, она не хочет, то есть, общаться, как бы, с вами. Ну, потому что она, как бы, вот я задаешь вопрос, она говорит, ну, не знаю, там, или не хочет отвечать, а, как бы, знаете, вроде бы, вроде бы не чужие люди, как бы, ну, то есть, как бы, все-таки близкий мой друг, как бы, хочется узнать, там, о ней, то есть, побольше, а она молчит, то есть, или стесняется, или не хочет, или просто... Хорошо, а что вы можете сказать о ней? Какое ваше мнение? То есть, негативно, как бы, ну, как бы, то есть, и неплохо, и нехорошо, то есть, ну, хочется местами, так, как говорится, крикнуть, там, или... Не, бить, нет, бить, нет, ну, как бы, немножко нагрубить, чтобы она, ну, разница, снялась с ручника. Еще такой вопрос, хотели бы вы, чтобы Сергей поменял себе девушку, или, возможно, как-то перевоспитать ину? Судя по Сергею, то есть, у него было много девушек, ну, это довольно, то есть, у них довольно затянулись отношения, то есть, на год и два месяца, то есть, это очень, то есть, как бы, для него это очень, то есть, рекорд, как бы, надо занести к нему Гениса, то есть. Когда вы приходите в гости к Сергею, чем вас унышает его, скажем так, будущая супруга? Ну, я прихожу, то есть, как бы, она сидит, то есть, ничего, то есть, ну, меня в Сергею там угощают, то есть, как бы, она, то есть, она не показывает себя, как в роли хозяйки, там, или что, она просто снялась, то есть, Сергей говорит, Саня, будешь, что там, бутеброд, будешь, да, пиво будет, да, все это, да, то есть, она, как бы, стеснительная какая-то, или... Если смотреть со стороны, Сергей в отношениях начал. Больше употреблять алкогольн или нет? Сейчас может даже чуть меньше, потому что есть еще один друг, но он сейчас в армии, а так они каждый не бухали. Как ни придешь, они всегда пьяные. И вот его девушка никогда в жизни ничего искала кривого слова. Она даже не заходит в кухню, она боится просто его. Такой вопрос. Правда, что что-то было между Инной и этим другом? Может быть слух, может быть огонь страсти. Я так понял, что Инна не передаст Сергея, она влюбилась по уши в него. Это редкий случай, когда кто-то влюбится сильно в Сергея. Может быть, да. Но у нее есть вариант, у Инны, у нее есть сестра. Может так избирать. А она уедет просто в город, пока он не снимет и шар или пыл там свой. А однажды Сергей и Инна устроили вечеринку у себя дома. И там была сестра Инны. И вы туда, насколько мы знаем, очень сильно спешили. А, да. Было. Приглашали меня познакомиться. То есть это не ваша инициатива? Да, это было больше Сергея. То есть меня сосватать. Я был тогда на смене, меня вызвали на сутки, и у меня не получилось. Ну, очень хотелось бы, потому что все-таки Качан не лер.